Продолжение следует... Древесины компании Крафт Паркет. Привет, Толь! Привет, Евгений! Рассказывай, что за фирма, чем занимаетесь, как делаете напольное покрытие? Компания Крафт Паркет начала свою деятельность в 2017 году. Мы являемся производителем напольных покрытий из натуральной древесины. У нас производство полного цикла, то есть мы сами занимаемся заготовкой леса, это ламели деления, это сушильные камеры, профилирование, прессование. И есть вторая производственная площадка, это именно по финишированию паркета, то есть покрываем паркет лаком, мастом и в различные цвета. В нашем ассортименте основную часть занимает инженерная доска, которая состоит из двухслойной конструкции. То есть первый слой, это идет цельная и ценная порода дерева, и второй нижний слой, это фанера березовая, файсфэр, которая очень часто используется во многих производствах. Слушай, расскажи про способы, вообще цикл производства. Как что у вас делается? Потому что у вас есть, я знаю, большая линейка складской программы, а есть целое направление по индивидуальным заказам, либо по индивидуальному заказу от самого клиента, либо под каким-то стандартными цветами, которые вы предлагаете. Да, на сегодняшний день получается 50% ассортимента компании это занимается складская программа, это 30 различных декоров в различных ширинах и селекциях, которые находятся в постоянном доступе для дилера и для самого конечного покупателя. И 50% это уже индивидуальное изготовление. То есть есть декоры, которые разработаны нами и выставлены в стендовой программе у дилеров наших. Можно по ним производится заказ, либо есть такие заказы, когда заказчик хочет получить какой-то индивидуальный цвет, в зависимости от своей специфики дизайна объекта. Тогда производится выкрас и клиент его согласовывает и тоже заказ запускаем в работу. Классно. Расскажи, вот когда человек покупает паркетную доску, с чем он должен определиться? С форматом? С чем еще можно определиться вообще при выборе? Ну, самое главное, конечно, это определиться, во-первых, какой-то будет размер доски, да. То есть, ну, понятно, инженерная доска, да, она есть различные толщины, ширины, селекция, ну, выбрать параметры, именно геометрические параметры, которые будут присущи для его объекта. Если это небольшой объект, а там в рамках до 50 квадратных метров, то, понятно, на этот объект 220, 250, либо 170 ширина, ну, она не подойдет, потому что, ну, она будет казаться очень широкой, да, визуально. Вот для таких объектов подходит, ну, оптимально, это 120, 130, 150 ширина. Где же объекты, там, ну, свыше 70-100 метров, тут там уже можно рассмотреть и возможность использования широкой доски, да, потому что, ну, есть уже большее открытые пространства. Это первый момент. Дизайн – это самый сломан, ну, цвет, да, нужно определиться заказчику, потому что, ну, чтобы он вружил в этом интерьере и, ну, нравился, радовал этого клиента. Второй, третий момент, во-первых, это именно монтаж самого напольного покрытия. То есть всегда уже до приобретения напольного покрытия необходимо знать, какой толщины приобретать паркет, какой уровень, ну, либо залита стяжка, либо уложено уже фанерное основание. То есть в этот момент всегда нужно знать, ну, купив не той толщины, то есть его использовать, по сути, не получится, хотя дизайн клиенту очень нравится и подходит. Сама укладка, то есть есть несколько вариантов. Можно на стяжку, да, можно на фанерное основание. То есть лучший, конечно, вариант, и мы рекомендуем как производитель, что инженер-доску нашего производства, производить укладку с приклеиванием либо к основанию, либо к фанерному основанию. Тогда у нас получается стабильная жесткая конструкция, то есть она не допускает различных при температурно-влажностных перепадах каких-то механических деформаций. Расскажи общие какие-то принятые рекомендации по выбору селекции для человека, просто что касается темных и светлых тональностей. Ну, во всем мире, даже и большая часть в России, да, все дерево как бы градируется на тресланные селекции, да. Ну, это рустик натуры селектора. Получается, рустик, как бы, это, ну, считается не низшее, это оно низкое. Это распил ближе к карет, да? Ну, это где больше природных пороков именно по дереву, да. Это где сучки, заболы, табачные вкрапления, различные червоточные. То есть рустик это такая селекция, которая без отбора к каким-то природным признакам, да. То есть там ненормировано количество сучков, ненормировано диаметра. Они могут быть и мертвы, и живы, сросшиеся, да. И заболы не нормируются, и также и табачные вкрапления. То есть, ну, как такового отбора по каким-то критериям у этой селекции нет, да. Эта селекция, она уже напоминает такой живой будет пол, да. Он будет пестроват, он будет насыщенный. В каких-то моментах, если это какие-то сытые цвета, он даже будет немножко агрессивный. Но к этому полу нужно быть готовым. То есть и заказчикам понимать, что если, как бы, рустик селекция, она подходит для каких-то кантри-стилей, да. Это какие-то загородные дома, какие-то какие-то срубы, это дома из кленого бруса. Вот именно где, ну, уже в бревнах тоже присутствуют, уже сучки, также в кленом брусе. Также и вот именно паркет такой используется. Ну, темные цвета, по-моему, да. Можно, да, как бы и в темных цветах. То есть, получается, все эти моменты, да, природные пороки, они, как бы, ну, будут финишным покрытием, они будут по максимуму, ну, скрыты. Ну, будут видны там очертания сучков, ну, и какие-то будут перепады именно по доске. Слушай, а если у меня светлый цвет, такой индук, биллионы, миллионы и так далее, высветленный какой-то, то лучше, какой все-таки отбор дерева? Лучше, конечно, использовать натур. Натур почему используются? Есть еще селекция селект, да. И вопрос даже не в денежном эквиваленте, да. Понятно, селект стоит дороже, чем натуры. Тут даже, бывает, многие не хотят экономить, они хотят просто получить, ну, более такой, ну, селективный отбор, да. Но иногда селективный отбор не работает в том случае, получается, доска вообще, она, ну, идеально, идеально ровная, да. И у вас, получается, когда произвели на отсете, получается монохромное покрытие, да. Оно однотонное, ну, и такое, да. Интересно, почему у меня сейчас купили. А вот селекция натуры, это самая такая селекция, в которой вот именно раскрывается вся красота натурального дерева. То есть это есть и в меру есть сучки, и в меру заболонь, и перепад. То есть такой живой, получается, рисунок. То есть, ну, и не пестрый, как в рустике. Нет больших сухов, нет таких ярко выраженных каких-то пороков, да, дерева. Это такой сбалансированный вот именно живой, натуральный будет пол селекции натуры. И он будет подходить и для светлых тонов, и для темных, и для полупрозрачных, и для нейтральных. То есть он, и как бы эта селекция, она подходит для всех интерьеров, которые на середине используются, и стилей в дизайне. Слушай, классно. Тогда следующий вопрос. Вот как производитель, что ты можешь сказать по поводу не только выбора оттенка цвета, да, а выбора покрытия? Многих людей беспокоит вопрос максимального уровня защиты. Или, например, в каких случаях ты рекомендуешь использовать лак или масло? То есть в каких помещениях? Вот расскажи про это. Как производитель, как ты это видишь? Наша производитель использует финишевые раненопольные покрытия именно УЭФ-лаки. То есть и масла, и это ультрафиолетовое отверждение, которое походит в сушку через ультрафиолетовые лампы. Большая часть заказов, исходя из опыта, из практики, это покрывается лаками. Лак, он более практичный, он более износостойкий, и он дольше, у него срок службы, получается. Потому что он полностью консервирует поры дерева. Прям такой слой, получается. Масло, так сказать, это тоже такой вид покрытия. Он не уступает в каких-то моментах лаку. Но у него есть один минус, да, то, что у него срок службы менее, чем у лака. Он получается по тактильным ощущениям, получается, как эффект необработанной доски. Он более фактурный? Да, он более фактурный, да. Люди, многие хотят увидеть, как необработанный пол. Поэтому тогда используется масло. Но процесс восстановления и реставрации будет понадобиться раньше, чем при использовании на лаке. Я понял. Слушай, еще тактующий петильный вопрос. Это шпон. То есть, в теории, если мы доску укладываем на клей, ее можно, в принципе, шлифовать и циклевать. Но при наличии хороших лаков, масел, которые мы дают максимальный уровень защиты, само собой, и срок службы. Ну, и серии, скорее, надоест, чем она испортится, да. Вот такой вопрос. Нужен ли очень сильно толстый шпон? Есть такая вот потребность? Вот, я не понимаю. Ну, смотрите, толщина шпона, то есть, понятно, говорят, чем толще шпон, тем паркет может подвергаться 4-5 циклевкам и перекрытию на объекте. Но, понятно, в силу нашего менталитета через 10-12 лет просто этот цвет надоедает, и люди уже хотят сделать новый ремонт и просто обновить пол. И, как правило, эту операцию никто не делает. Но толщина шпона, которую мы используем, у нас есть продукция с 2-х миллиметровым, ценным порода деревья, и 3-х миллиметровым. Но даже при этой толщине, при 2-х миллиметрах подвергается 1-2 раза, можно освежить, ациклевать паркет. Перед 3-х миллиметровым 2 раза это стабильно можно сделать, но циклевка от паркет, она происходит не через 3, не через 4 года. То есть, самое ближайшее, когда человек хочет, это минимум через 10-12 лет. Ну, это при интенсивной нагрузке, само собой, мало кто на моем опыте. Да, и то есть, с этим, да, этого как такого не делается. Люди думают, что они будут это делать, но, как правило, это они делать не будут. Но это очень часто популярно, когда человек покрыл штучный паркет сам, там лаки, само собой, не настолько надежные. Там это может быть вопрос актуальный. А у современных производителей, где хорошие лаки масла, я думаю, не стоит. То есть, это немножко стратегия, то есть, циклевание и перекрытие на объекте, она немножко ушла уже туда, в прошлое. И плюс процесс довольно дорогостоящий, грязный. Да, дорогостоящий, грязный, долгий. И по работам, по стоимости иногда лучше купить готовый новый пол и просто произвести укладку, чем реставрировать и восстанавливать старый. Да, много денег, получается, экономикой таковой ее нет. Ну, логично. Да. Отлично. Слушай, расскажи про производство. Как доска делается, как она покрывается, как она брошируется? То есть, все производство инженерной доски происходит финиширование на двух УФ-линиях. То есть, это производственные мощности, которые, во-первых, дают качество выпускаемой продукции и тем самым скорость, да, дают объем, получается. Ну, УФ-линия в чем плюс? Получается, вся продукция покрывается УФ-лаками либо УФ-маслами ультрафлетового отверждения. Получается, и она дает возможность поточного производства. То есть, вся статская программа, которая умеет, это 30 декоров. Они производятся на УФ-линии. То есть, в день эта линия производит около 400-500 метров готовой продукции. И какие-то большие заказы тоже производятся на этой линии. Но есть индивидуальные заказы, которые по своей специфике, они не могут производиться на УФ-линии. То есть, это какие-то эмалевые цветы, это какие-то цвета со старением, это модульный паркет, это различные виды старения. Поэтому есть акриловое нанесение. То есть, есть акриловые лаки, тоже используются в производстве. По своей износостойкости УФ-лаки, они более лучшие, чем акриловые лаки. Но по тактильным ощущениям УФ-лак, он более такой твердый, кристаллический смотрится, да. Такое твердое бронированное покрытие. А акриловый лак, он по тактильным ощущениям более нежный и гладкий. Но по сроку службы УФ-лаки намного лучше и лучше себя ведут и на объектах, и в жизни, ну и в самом производстве. Ну, какие-то особенные цвета, я так понимаю, или особенно заказы по цвету индивидуальные, они делаются на акриловых лаках. Да, они делаются на акриловых лаках, потому что, я же говорю, есть различные виды старения, есть состаренная доска, да. Есть вот цвет, например, который с плотной эмалью, да. То есть, здесь покрытие только акриловыми лаками. У УФ-лаками просто производственные, технически это невозможно произвести. Поэтому, как бы, большая часть заказов, 70% продукции покрываются лаками с утра этого утверждения. То есть, это УФ-материал, мы в своем производстве используем достаточно известную на сегодняшний день лакокрасочную химию, это американского бренда Sherwin-Williams. Она из топовых у нас, у нас? Да, она одна из топовых на сегодняшний день. То есть, у нас и акриловые лаки, и УФ-лаки масла полностью производства этого бренда. Слушай, я понял, ну а так вообще, что ты покупателям, людям вообще пожелаешь в целом, как вот такие рекомендации? Рекомендации, пожелаю, могу честно сказать. То есть, наша продукция, да, и наша производство, она ориентирована на, ну, среднестатистического жителя нашей страны. То есть, есть какие-то премиальные продукты, да, но в основном это средний класс, это доступная цена. То есть, это хорошее качество и доступное качество по нормальной, адекватной, по доступной цене по сравнению, там, ну, с другими российскими производителями, да. У нас есть дилерская сеть, которая уже, там, ну, существует, там, на протяжении 4-5 лет. То есть, это проверенные дилеры, да, которые знают и понимают, как продавать дерево, знают его все нюансы и особенности. Поэтому вся продукция для, конечно, покупателя реализуется через нашу дилерскую сеть. Ну, в год, честно сказать, ну, производится где-то больше, там, ну, 200 тысяч квадратных метров продукции. Довольно много, в принципе. Опыт уже есть. Да, опыт есть. И, как бы, мы все равно каждый год усовершенствуем какие-то новинки добавляем, какие-то цвета. Ну, понятно, как бы, конструкцию тут уже новую ничего не изобретешь, потому что она уже давно изобретена. А вот именно шагаем, там, какие-то обработки добавляем, какие-то новые цвета. Также добавляем цвета в складские программы, какие-то в индивидуальные. Потому что тенденции именно дизайна и цвета, ну, сами понимаете, они каждый год меняются. То есть, цвета, там, которые были в 2018 году, они уже устарели. Сейчас приходят новые цвета. Ну, конечно. Поэтому стараемся что-то постоянно обновлять, ассортимент именно по цветовой гамме. Будет что-то новенькое? Будет, конечно, добавим какие-то цвета. Во-первых, складская программа, которая будет, ну, как бы она доступна всегда была. И сейчас она будет доступна для покупателя. То есть это клиент... Бывают моменты, когда клиент не хочет ждать 2-3 недели, либо месяц. Бывают ситуации разные на объекте. Вот доска нужна здесь и сейчас. Поэтому мы даем право выбора в районе 30-35 декоров в различных ширинах, складской программы. То есть на любителя, на разный цвет, как говорится, и вкус. Каждый себе сможет найти какую-то альтернативу, которую не придется ждать. А индивидуальные заказы тут уже как бы это право выбора и фантазия самого покупателя. В принципе, то, что он видит в голове и своей фантазии, это можно реализовать в жизни. Ну что, Анатолий, спасибо тебе за то, что нас пригласил. Было очень интересно. Зови еще. Вот прям объяснил много чего. Спасибо и вам, что выбрали время. Приехали, все увидели вживую. Пока посмотрели производство. Конечно, и спасибо за плодотворное сотрудничество с нашей компанией. Ну, всем успехов. Всегда рады. Люди довольны, и мы довольны. Всем спасибо. Пользуйтесь только услугами профессионалов в укладке. Выбирайте качественные натуральные материалы.